привет дорогие братья и сестры прошу прощения немножечко задержался сейчас жду батюшку дорогого андрея и начнем совместный эфир домашнее дело быстрей 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 но так и не заметил как время пролетело приветствую всех приветствую отец ярослав дорогой приветствую наталья валерьевна всех приветствую сейчас ждем батюшка подсоединиться у нас сегодня в большей степени наверно будет эфир посвященный семейные ценности о батюшка дорогой вижу сейчас батюшка подсоединиться батюшка приветствую дорогой приветствую ты при параде да почему ты не маски лучше а потому что я дома и сейчас был короче у меня дверь облезла стал ее обшивать больше это бы это просто шутка я понял я вчера вообще честно говоря прослезился от твоего чувства юмора думаю бабу бабу матушка его придаст а нафиге по себе эфира ты знаешь очень наоборот вчера матушка летала просто после эфира как надо почаще эфиры проводить вот и все достаточно спеть в эфире исполнила пение на праздник и как-то она такая вот когда поет тогда тогда живет замечательный праздник тебя батюшка дорогой всю семью твоих подписчиков поздравляю с праздником благовещения правда мне подпортили чуть-чуть праздник честно говоря я надеюсь что этот эфир будет смотреть наша администрация в общем я отслужил сейчас же запрещено много людей там чтобы было но думаю чтобы радость людям было утешение я прошлогодний пол взял и выставил его как мы с детьми голубочка отпускали ну и подписал же что прошлогодний ну там написал дату этого эфира не эфира и а поста занят моему архиерею архиерею мне ты чё там чудеса чё там с детьми голубей пускаешь у нас карантин игру владыка ас не грешен в общем вот так немножко подпортить настроение ничего слава богу всякое доброе дело навсегда соединится испытаниями бачка ну прости что задержался я честно говоря увлекся домашними делами давно я хотел с тобой сделать и говори говори впереди вечность куда спешить да бачка ну я очень думаю как и твои многие другие подписчики всегда радуются твоей слава тебе господи образцу семейной жизни может быть она не идеал как у многих вот ну по крайней мере хотя бы хотя бы чуть-чуть но можно поравняться и конечно же часто задают вопросы ну прости мой дорогой для своих подписчиков потому что я быстро быстро обычно у меня такая традиция пару слов даю а гостю сказать о себе чтобы понимали с кем пошел потом начнут вопрос а с кем вы общаетесь а кто это такой поэтому я быстрее быстрее от радости и оперативности вот а потом два слова для твоих подписчиков давай все таки соблюдим это так добрую традицию бачка тебе слово здравствуйте дорогие друзья я подписчик к странице отца константина и на его деятельность такую разностороннюю просветительскую мы с ним знакомы уже наверное по молодежке до сколько года три наверное как примерно так на форумах на рождественском на рождественских чтениях вот отец константин занимается молодежью я тоже долго время занимался с молодежью но как-то теперь там передал образы правления на одному замечательному священнику у нас епархий он занимается это вот занимаясь строительством храма и еще какой-то миссионерской деятельности в инстаграме вот все спасибо в двух словах также как бачка подтвердил занимаясь молодежью многими направлениями так полу официально священник блогера но я большей степени стараюсь вот что мой душу трогает то что радость души дает тем и делюсь поэтому мне написано в шапке что делюсь добром которого так мало вот батюшка ну естественно своим подписчикам рекомендую подписаться на батюшку потому что вот его страничка на самом деле такая христианская православная семья это очень отрадно матчка я надеюсь будет видеть этот потом скажу тебе говорят так что соблюдай давай хотя бы честно говоря не особо хочется этих коронавирусов уже подустал я уже от этих всех трендах вот конечно много людей погибает царство небесное им и доброго здравия те которые за ним не мочистовали батюшка я хочу вопрос тебе задать часто пишут один самых распространенных вопросов подскажите что самое главное мужу и жене как православной семье так и не в православном что сделать акцент в сохранении семейных добрых взаимоотношений особенно сейчас это актуально когда начали в условиях карантина дома знакомиться с друг вопрос он действительно не праздны как сохранить преумножить отношения до в семье вот на самом деле я хочу сказать поделиться сегодня посмотрел интервью и юрия дудя вот после его такое она очень популярная с ириной горбачёвой такая наша актриса да я не отписываться от меня не ставить черный список но вообще очень полезно смотреть какие-то вещи для современных христиан молодых все таки в инстаграме молодые люди думаю нас тоже смотрят люди среднего возраста молодые молодежь потому что какие-то вещи очень важно нам ну особенно священникам конечно отслеживать смотреть вообще как люди чем живут это очень полезно чтобы мы вот не ютили в своем таком уютно маленьком мирке где принципе нам комфортно хорошо нас все любят скажем прихожане там уважают и как бы все а очень важно по заповеди идти в мир и благовествовать евангелие может быть я высоко так говорю но да это наша прямая обязанность как священнослужители и вот в общем как бы ближе к делу да что я посмотрел это интервью очень популярная сейчас на первом месте в трендах ютюба вот и там прям мне резануло ухо беседа вот этой ирины актрисы о своей семейной жизни о таком плохом опыте то есть она развелась мужем и вот ее юрий дуть спрашивает как это происходило по какой причине вы развелись как так вот ну вот она такие мысли озвучила очень глубокие я даже на не хотел написать пост вот не знаю пока еще времени нет в общем она сказала следующее в какой-то момент она поняла что нет любви вот любовь куда-то испарилась улетучилась я не хотела себя саму как бы да вот уничтожать этим отсутствием любви и поняла и как бы нам лучше разойтись и знаешь очень если поймал вот на мысль о том что насколько эта позиция вообще полностью противоположна ну скажем так вот какой-то нашей христианской позиции да вообще отношение к браку мы реально понимаем кофе она не приходит откуда-то любовь это труд сердца как сказано чтобы любовь вообще появилась во первых для этого нужно съесть 500 пудов соли в семейной жизни нужно действительно трудиться нужно не брать нужно отдавать и на это себя нужно настраивать когда вообще вступая же брак когда идешь подвинется и что у меня действительно очень многих людей которые вот не церковные не православные семейной жизни наступает какой-то момент когда вот казалось бы все бензин закончился все встали любви нет как бы и некуда идти но вот да очень мы можем подтвердить что именно в христианских семьях наоборот как-то происходит с каждым годом ты начинаешь любить все больше свою жену это вот удивительно то есть полная противоположность почему вот ну как бы у меня есть такая позиция своя то есть я с женой прожил пока только девятый год идет семейной жизни но я реально чувствую что я люблю ее больше и реально связь между нами вот эти отношения не гораздо сильнее чем были в начале и я точно знаю что если как-то вот милостью божий господь потерпит как бы нас меня вот и мы еще поживем то я буду еще больше любить я это знаю по опыту семейных пар которые ходят на исповедь которые живут 20-30 лет вместе по опыту своих родителей знаю которые вот сколько уже 32 или 33 года мне 34 вместе что реально любви становится больше и откуда это а это именно такая награда от бога как мне кажется за то что люди они вот исполняют заповедь о любви к ближнему потому что самый ближний для тебя это вот твоя вторая половинка в браке и никого ближе нет никого даже родители уже на других позициях вот и за то что люди друг друга любят трудятся как-то снисходят вот уступают прощают мирятся идут навстречу первыми как-то вот господь дает такой дар как какое-то счастье там где-то ближе скажем середине жизни концу жизни когда любви становится больше и мне кажется так важно это вообще молодежи говорить современно потому что они же ориентируются да то есть вот это видео но в трендах ютюба на первом месте то есть за меньше чем за сутки там почти два миллиона просмотров и молодежь она это смотрит они даже сами того не понимая впитывают куда-то внутри себя все эти смыслы и потом сожалению повторяют эти ошибки и нам вот православным церковным людям нужно доносить прошу прощения что любовь она не только никуда-то не уходит не испаряется она наоборот должна она должна усиляться должна увеличиваться но только это произойдет с теми кто хочет трудиться такая награда свыше вот тут у меня такие мысли что что действительно нужно стараться не требовать любви второй половины а любить самому вот если ты хочешь любви требую ее от себя а от второй половинки наоборот не требую вот давай больше свободы больше сам люби больше сам трудись и тебе обязательно эта награда придет ты мне сейчас на одну мысль а потом если позволишь я изумительнейшую расскажу один одну историю у меня папа священник служит городе бисла не может помнить и рак с деточками был вот сначала одну мысль если позволь и скажу что по сути получается семейная жизнь это как лично самоприношение жертвоприношения в каком плане как христос любовь проявил жертву себя так и каждый по сути в семейной паре он приносит свою жертву но опять-таки в чем хотя бы да какими-то своими излишними интересными которые допустим но не совсем близки и приятны второй половинке да то есть как вот у меня один случай был говорит приходит муж запарил не дает дом 2 смотреть игру почему ну приходит я есть хочу мне надо досмотреть дом 2 он не гадать зачем мне твой дом 2 есть я голодный пришел ну вот вот в этом случае наверно надо наверно пожертвовать домом 2 не мужа совершенно точно нужно пожертвовать всем домом 2 вот и перенести жертву это юмор да но вообще дом 2 конечно нужно жертву принести обязательно эту передачу вырезать именно саму передачу смысл вырезать в этом эти передачи очень как меня слышат у меня звонок прошел тот параллель нормально так же слышно хорошо ну слава богу а то мне прорывается на мобильном интернете если мне тоже напишите пожалуйста братья сестры как батюшку слышно и меня потому что мне батюшку сейчас чуть-чуть хуже стало слышно а сейчас мнение звонок пробивается люди не понимают что я разговора общаюсь очень люди ничего себе но батюшка тебя все любят звонят это хорошо да я просто я я даже иногда ставлю от автоотвечек в общем случае расскажу изумительнейший случай у моего папы мы во время венчания помним что такие есть слова читается два плоти единую тайна сия велика и вот значит случай он повенчал такую возрасте пару ему 65 было ей чуть чуть меньше а он дорабатывал последний год настали тень заводе ну хотел он так уже вот переработать скажем так на пенсию не уходил вот его задача была я я живу свидетель этой ситуации его задача была как он рассказывал значит ковш стали накаливался у него перетаскивал дергал за рычаг и форму это будущей детали выливалась значит неосторожность это буквально через полтора два месяца после венчания произошло его отвлекает он дергает раньше за рычаг а форму бьется там в это льется поток и струя стали бьет ему в руку то есть это тысячи градусов которые просто повредить должна была и кость в том числе у него не самая последняя степень ожог ему оказывает медпомощь отправляя дому что типа чп на работе не было он приходит домой его супруга домохозяйка ее зовут мария и вот он с порога говорит прихожу домой и стучусь дверь просто открыта как бы ну не на ключ не закрыта я открываю кричу маша-маша господь чудо сотворил мне руку целая оставил она выходит из кухни и та же самая рука перебинтована ягод просыпайся от боли адской смотрю рука ожог нигде пожара нету где я понимаю что-то ожог я в скорую чтобы оказали медпомощь там обезболивающим подобное получается господь воочию два площади но разделил немощь вот такой вот случай я бы я в шоке бы я видел эту женщину я видел как у них вот шрамы остались на одной и той же руке только у него ты реально от этой струи стали а у него не отчего вот такой интересный случай и второй момент забороться я у меня прямо перед глазами был изумительный случай одна прихожанка они уехали сейчас другие места он был болен блудом вот реально особенно когда пост приходил он просто ну мягко выражаясь только изменял мягко выражаясь она ехала находила и говорили где он вытаскивала его из постели этих женщин другая бы сказал то нафиг он мне нужен я разведусь и все она его вытаскивала и вот так он оборолась пять или шесть лет ну не могу точно сказать тебе пока в один момент момент молилась за него пока в один прекрасный момент у него не перемкнула слава тебе господи он покаялся на исподи покаялся перед ней сегодня душа в душу живут он даже себе не допускает мысль и и прямом смысле слова чуть ли пылинки с нее не сдувает и плачет от радости как я благодарен что ты меня не бросила вот так вот она боролась это вот такие вот два ярких случая когда понятно что дозволяется что если муж изменяет или жена из меня что даже развестись но иногда нужно биться если ты любишь иногда нужно биться за свою вторую половинку потому что просто сказать ну ты изменил все а почему изменил а почему он оступился может где-то и твоя вина в этом есть поэтому нужно конечно не бросать сразу потому что человек когда заболел его не закапывают за него борется его лечат или помогает в лечении надеюсь бачка ты сама согласен конечно пахенька тебе слышно ну ладно я буду 1 1 1 слышно бачка может сдавай сделаем попробую так я сейчас я отключусь а ты еще раз подключися может звук стабилизируется давай давай очень надеюсь меня нормально а ну-ка бачка 1 2 1 1 1 ну так же ну ладно за все слава богу не а потом это корма свечник звонили я потом из зарплаты вычислил я очень люблю своих они помощницы умнички не помогать как бачка есть режим золотой на телефонах не беспокоить если у тебя у тебя андроида очень на android там где-нибудь глянь вот режим не беспокоить я уже давно понял вот есть но это авио режим наверно скорее нет нет есть прям был он прям глушит звонки входящие все на время эфира конечно все у меня очень хорошо ты знаешь как-то такая радость вот для меня такой новый опыт жизни сейчас устрою храм настоятель как бы один служу в храме у себя такая какая-то ответственность большая немножко мандражек был принципе ну сейчас тоже есть как-то вот так все но при этом как-то господь укрепляет и я очень рад что община у нас очень хорошая тоже очень много людей таких среднего возраста молодых и как-то вот весело и радостно но я рад за тебя у меня конечно были искушения у меня царь божники были на приходе даже мне приносили рисунок и николай а второго распятого на кресте гре давайте напишем такую икону я игру почему но он же мученик за россии искупитель главное слово я гранит у нас один искупитель ну вот а потом конечно я пришел окна вываливаются тротуарная плитка в храме я думаю господи помилуй доход храма 8 тысяч месяц думаю что мне делать чтобы не с этим богатством делать ну ничего господь милого чудеса такие что ниоткуда люди приходили помогали я для сразу сделал теплые полы для деточек чтобы им тепло было ну постарался думаю чтобы им было хорошо пошли а сегодня здесь завтра не здесь а господь как у прайта они останутся хоть помолятся во мне грешники батюшка ну давай может быть чуть-чуть теперь поотвечаем на вопросы потому что их много радости батюшка я сразу да потому что постоянно ругают меня говорит вы общались общались она а на нас внимание не обращали да она ж хочется добрым человеком всегда побольше пообщаться так здрасте листа листа и здрасте батюшка андрей доброго вечера я никак не привыкну что у тебя уже ночь там да у меня уже пол девятого у нас вообще широка страна и страна моя родная да приятно вас видеть вместе так надо матчке создать свой инстаграм аккаунт и самой пропали проводить эфиры ну если батюшка благословит может и создаст да я знаю маска ничего писать не будет особо у нее времени нет она реально с тремя маленькими детьми это прям конечно не легко я как помню у тебя доченьки все да я все три дочки я в общем я в малине 24 на 7 но это же не предел ты же до мальчика будешь биться да в общем ты знаешь вот и вот как боженька даст в общем так и поступаем я уже ничего уже да когда третья дочь родилась я уже понял все у меня я не буду лукавить у меня тяжело было я ждал мальчика купил самосвалы автоматы все купил не на узи говорят нет у вас девочка я игру нет мальчик будет это просто прячется там диколька это поэтому не хочешь короче девочка родилась я такой депресняк спал думаю господи почему потом все равно успокоился слава богу и доченька это радость я не знаю как я очень рад на самом деле я вот действительно как-то у меня сестра была родная братьев не было только одна сестра вот и как-то сейчас дочки я очень рад конечно господь утешает через дочерей а еще я скажу что на венчане на свадьбе сказал что у меня будет пять дочерей врачи ствол так что друзья следите за тем что говорите слово не воробей у меня предыдущие благочины у него было четыре дочери когда четвертая родилась я конечно терплю но буду биться до конца так ладно бачка а почему сейчас в колокола не звонят во время по всей россии как холерны или чумные эпидемии слушай к можно я отвечу мне тоже вопросы задавали у меня в эфире так что на самом деле во все колокола звонят просто они не стандартные формы эти колокола то есть у нас это что это телеканал спас это инстаграм какие-то эфиры где проводят священники объясняют какие-то посты пишут православные люди это же тоже колокола которые люд православный звонит и говорит об очень многом и вообще вся эта пандемия весь этот карантин я не знаю я прям вижу очень мне кажется тоже подтвердишь да прям видно в нем действие промысла божьего а помимо помимо того что все мы остались дома наконец-то и открыли своих близких и родных для себя сами перед ними открылись а еще знаешь о чем я думаю вот я просто в огромном просто удивление вот ну понятно даже не удивление вот насколько господь всемогущий в одно мгновение весь мир просто поставил на место вот смирил до смирил читаешь допустим библии великим постом по риме и да там где там господь там на ухо-то но там на место там фараона который не хотел отпускать до иудеев поставил на место тут весь мир господь поставил на место просто вот взял и по домам рассадил вот просто буквально за за месяц всех посадил по домам то есть я как-то об этом последние дни думаю и понимаю что вот гордый человек немножко нос свой поднял туда повыше да как бы думать все в его руках а нет взял господь и все очень легко посадил всех поставил на свои места бачка скажите пожалуйста как причаститься человеку которому нельзя алкоголь ведь при причастии дают вино в двух словах если вас смущает именно количество попросите чтобы батюшка дал маленькую ну заранее просто подойдите там на исповедь и маленькую частичку поверьте это во первых мы уже в духовном плане причащаемся не вином и просворой а в духовном тела и кровью если к этому так и подходить с верой и благоговением и со страхом божьим тогда наоборот всякий грех врачуется потому что сава господься воскрешает нашу душу от греха мужчина не может любить женщину с которой имеет физическую близость мужчина не может любить женщину катушку который но я не знаю по моему интимная жизнь она в том числе сплачивает это одна из причин это сугубая уже близость поэтому я не знаю я не могу согласиться с этим так это это уже комментирует ладно дальше 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 любовь это не эмоция но понимая понимают это далеко не все спасибо господи так из ссср ноги растут что в бараке супруги является не одним целом а самостоятельными личностям поэтому причина развода не не сошлись характерами считалось всемирно а мой взгляд это стало началом очень да это комментарии к высказыванию по поводу давай я поищу все таки вопросом так полистаю тут в основном те комплименты делают поэтому когда мне будут я почитаю а так так но звонок слышно да когда звонят говорят слышно было батюшки скажите пожалуйста если наш христиан нам христианам при рождении господь посылает ангела-хранителя то получается некрещенные и атеисты до смерти без них живут только с демоном кто что знает да очень ну я слышал две точки зрения один дается при крещении другой при рождении просто что почему мы и я неоднократно видео вот может помнишь мытарство феодоры там два ангела-хранителя стоит допустить то есть канонически у нас это не утверждено что два ангела-хранителя но чисто предположить что при рождении дает ангела-хранитель господь потому что он все равно попечение любовь и заботу свою ведет другое дело почему при крещении дается потому что человек становится воином христовом который неотъемлемо бьется за свою душу чтобы прийти к господу вернуться в чистоте которую он дает я думаю ну допустить можно но канонически у нас это не утверждено что два сейчас еще вопросы почему господь попускает такую ситуацию в жизни я имею ввиду любовницу почему для чего он попускает такую боль пережить уходит муж из семьи за что это разве этого благо семьи да прокомментирую ну конечно же конечно же не господь что-то устраивает таким образом чтобы мы страдали наверно женщина до спрашивает этот вопрос есть помимо в общем есть воля человека и эта воля такая злая воля человека данном случае мужчины который берет себе любовницу и тем самым причиняет боль своей жене законы вот и господь настолько велик что дал человеку свободу от самого себя сказал один богослов что вот мужчина в данном случае сам распоряжается своей свободы вот он сам берет себе скажем так вторую жену в кавычках на самом деле это конечно блудная связь вот здесь господь не причем это очень важно что это не господь такое попускает господь этого не хочет господь свою волю нам сказал в евангелии что тот кто разводится с женой и женится второй раз тут прелюбодействие и вообще заповедь не прелюбодействует то есть воля божия в том чтобы мы не прелюбодействовали но воля человеческая сожалению проявляется именно в грехе вот поэтому здесь конечно на господа не нужно говорить ничего наоборот господь он всячески противится очень нет препятствия особенно когда дома молятся вот когда же примеру женщина жена молится о своем муже как-то господь наоборот от многих-многих бед оберегает семью если бы мы вот увидели как боженька нас хоронит мы бы пришли вообще в изумление вот на литургии она затоуста да очень эти слова есть благодарим господь тебя за все благодеяния ведомые и недоведомые явленные и не явленные бывшие на нас то есть мы видим какие-то благодеяния за них благодарим но есть благодеяния не явленные которые мы не видим и которые больше гораздо вот и нам потом это откроется поэтому на бога никогда не говорить даже не думать об этом но просить его чтобы он своей благодатью покрыл наших ваших мужей, подчас неразумных, к сожалению, которые как-то живут без веры и очень легко склонны к различным грехам. Вот таким вот, к сожалению. Господь может как-то что-то устраивать, но это устроение мы принимаем или не принимаем. Вот, допустим, у меня ситуация одна была, прихожаночка говорит, я вот молюсь, чтобы мне Господь даровал супруга. Он появляется, но пообщавшись с ним, я понимаю, что моя душа с ним погибнет, потому что у него склонность, допустим, к выпивке. Но я же не могу на Господа роптать, что он меня алкоголика послал. Он мне послал, а я уже выбираю общаться с ним или нет. То есть вот момент устроения. То есть нет у нас предопределенности, ты никогда замуж не выйдешь. У нас нет такого в православии. Вот хороший вопрос по поводу воспитания. Но у тебя, девочки, ну, как бы, ты ответь, и я тоже отвечу, если позволишь. Как воспитывать мальчика, смиряться или дать сдачи? Вот, один вообще, наверное, из сложнейших вопросов, которые часто задавали мне, когда я еще занимался, детские лагеря проводил. То есть вот 15 лагерей, как бы лично я с Божьей помощью проводил с нашими вожатыми. Вот, это всегда очень такой больной вопрос. Я думаю, что нужно своих мальчиков, своих сыновей учить всегда рассуждение. Рассуждение. То есть если, к примеру, то есть, это очень сложно, скажем так, но можно. То есть, учить своих сыновей, чтобы они всегда ставили себя на место своего обидчика. Вот почему тебя, твой обидчик, там, обижает в школе, например, твой одноклассник, или мальчик, там, с параллельного класса постоянно до тебя домогается. Вот почему он это делает? Если ты даешь ему какой-то повод, то тебе нужно задуматься, да, что нужно исправиться, подойти, там, как-то все. Если ты видишь, что человек задирается, и у него, ну, реально какой-то бесовский нрав, это вот такая страшная вещь, но реально, иногда особенно, и взрослые, конечно, но очень часто дети в школьном возрасте вот реально, как бы, абсолютно неуправляемые бывают. И это даже страшно иногда, когда приходишь в школу, проводить какие-то там уроки, да, когда тебя приглашают, идешь по коридору, и большая часть детей реагирует абсолютно нормально, адекватно, ну, здоровая от себя, как минимум. А кто-то начинает просто корежить, там, и начинает какие-то выкрики, какие-то слова, откуда у ребенка это. Ну, это реально, как вот такое духовное воздействие, по-другому не назовешь. И вот если ваш сын видит, что какой-то там мальчик, ну, просто вот он, ну, действительно обижает других, вот такой вот задирище, что-то еще, то я думаю, здесь нужно в какой-то момент и мужество проявить, и поставить выскочку на место. Потому что и Священное Писание знает множество примеров, когда, например, царь Давид поставил выскочку на место. Да, то есть, но сделать это так, чтобы максимально нанести меньше вред, даже не знаю, как это сказать. То есть, мальчики будут драться, вот, что бы мы ни говорили, как бы мы, вот, реально, да, учи, есть Новый Завет, есть Ветхий Завет. И все-таки в Новый Завет приходят через Ветхий Завет. И вот если, то есть, иногда нужно по Ветхозаветам объяснять, око за око, зуб за зуб. То есть, если какой-то выскочек и есть, какой-то задира, нужно его поставить на место. Но при этом всегда максимально оттянуть этот момент, как-то вот с мальчиками разговаривать. Сложно, чтобы вообще не драться. Мне кажется, даже вообще невозможно, особенно в нашей школе, в Мирской. Но при этом так, чтобы ваш сын, он всегда был как-то за справедливость, но при этом был добрый. Такой сложный вопрос. Ну, я скажу, поскольку у меня есть мальчик, самый лучший на свете, сынулька, я скажу так, он был достаточно мягенький, также плаксивый порой. Я понимал, что так дело не пойдет, он должен быть воином. То есть, у меня немножко противоположная ситуация была. Я его отдал на карате. Где он возмужал, где он посмелел. И вот был у меня один момент, когда чрезмерно посмелел и стал дубасить. И вот тогда произошло у меня такой с ним разговор, что ты имеешь право только защитить. Причем защитить в большей степени девочек, потому что мальчик может сам за себя постоять. Это первый, это второй момент. я сам так поступал и тебя учу. Предупреди, пока ты целый, лучше не нарывайся. Если он не слышит, тогда уже защищай. Себя, свою честь и достоинство. Это вот так я подхожу к этому вопросу. Но вот на ту секцию, куда я своего сына отдал, на карате, это я познакомился с одним родителем. И я говорю, а что вы отдали? Ну интересно же, почему? Я по такой причине. Говорит, вы знаете, у него гиперактивный, со всеми дерется. И я его отдал сюда на секцию, чтобы пока там тренировки, пока он набегается, выкинет свой адреналин. И плюс спарринги. Говорит, и он теперь вот после этих тренировок домой приходит, спокойный, на улице не дерется. То есть он наоборот так, видите, нашел выход, чтобы он выброс это делал. Поэтому относительно воспитания мальчиков, тут нужно воспитывать их мужчинами воинами, а девочек будущими мамочками. Это приучать надо с детства. Я думаю, батюшка со мной согласится. Потому что приходит время, я такая-сякая красивая, царица полей и огородов, а в итоге нормальных мальчиков и... Аминь и Богу слава. Так, вопрос. Как попросить священника-монаха стать моим духовником? Общий попрос... Да, уж, Господи, помилуй, точная зарплата, чего-нибудь... Ты английским владеешь, нет? Просто тут по-английски вопрос задали, я сильно... Вот, я понимаю, что с Богом что-то связано и с Грецией. Поэтому... Видимо, просто привет передают из Греции. Возможно. Но по поводу духовника, именно священника-монаха, то есть нужно понимать такой один простой момент о том, что... Ну, я понимаю, что священник-монах, наверное, может быть, на городском каком-то приходе служит. Да, скорее всего. Если это в монастырь, то я думаю, другой момент. Ну, может быть, так... Вот моя личная позиция, что нужно выбирать вот духовника, если ты семейный человек, ну, очевидно, что нас смотрят семейные люди, ну, либо готовящие к созданию семьи, у кого есть телефон, там, Инстаграм, интернет и прочее. Мне кажется, нужно выбирать духовника, может быть, больше именно знающего конкретные нужды своих прихожан. То есть, если ты сам семейный человек, выбирай себе семейного человека, который будет давать тебе советы не из космоса, а из реальной жизни. Вот и все. Вот такой совет. Согласен. Обычный приходской священник, у которого есть жена, у которого есть дети, чья жизнь на ладони, можно сказать, вот этот храм ходит, сюда ходит его жена, матушка его, сюда ходят его дети, ты их видишь. Это самый лучший духовник. Он не будет давать тебе какие-то высокие советы, хотя на самом деле старцев, если почитать старцев наших настоящих, отца Кирилла Павлова, отца Иоанна Крестьянкина, у них советы очень простые. Простые не таком абсолютно. Это вот давать простые советы, это наоборот показатель такой духовной жизни, нормальной, настоящей. Поэтому не нужно искать чего-то сверхъестественного от священнослужителей, а наоборот как-то больше смотреть на реальную жизнь, кто чем живет. Да, ты вот отца Иоанна Крестьянкина сказал, часто задают, как подготовиться к исповеди. Вот у него есть хороший сборник, труд по подготовке к исповеди. Братья и сестры, я вам рекомендую. Замечательно, просто, доходчиво, и вот прям можно хорошо поисповедоваться, как такая пособие. Так, как проходит священник, батюшка, можно в двух словах буквально, чтобы на следующий вопрос. Службы, требы, мероприятия, встречи, беседы, дом, огород, картоха, соцсети, дети. Ну, пока хватит. И другое. И т.д. Так, как быть, если живу... Вот хороший вопрос, батюшка, тут надо будет подумать. Как быть, если живу с иудейским дядей, не могу съехать в данный момент. Как быть сейчас? У них Пасха. Он говорит постоянно, что православие поменяло дату Пасхи. Ну, попробуй. Очень, когда мне кажется, вот все наши русские иудеи, все наши русские мусульмане, все наши русские там, прочие там, буддисты, все на свете, они такие слегка православные, а кто-то даже очень православные. Просто воспринимайте его не как иудея, а воспринимайте его как обычного дядю вашего, вашего родственника. И все, и будет с него. Потому что, ну, какие-то ортодоксальные, настоящие такие вот эти иудеи, они даже с вами разговаривать не будут, потому что они нас презирают, считают нас сектантами, которые извратили пятикнижие Моисея и почитают вот Иисуса Христа как Машаха. Поэтому просто воспринимайте его как дядю. И вообще всем советую, дорогие друзья, поменьше вступать в какие-то вот такие религиозные споры, дискуссии. Я вообще, очень, знаешь, поймал себя вот эти два дня последние, что нужно вообще меньше спорить вообще с кем-то. Вообще стараться уходить от споров, потому что в споре никогда вот правда и истина не рождается. Есть даже такое выражение, что в спорах истина не рождается, истина родилась в Вифлееме. Вот. Что отходить от споров, то есть вот есть у тебя позиция, хорошо верь так, моя вера, она внутри меня, она внутри моего сердца и меня от Христа никто и ничто не может оторвать. Ни советы дядюшки иудея моего, ни там на улице баптисты, ни коронавирус, ни карантин. Если я люблю Господа Иисуса Христа, вот эта связь, она такая, она постоянная, она непрерывная и ничто и никто не может ее поколебать. И все, такая вера, она будет похвальна от Бога. Поэтому любите своего дядю и вообще с ним не спорьте. Тем более, он дядя, он мужчина, вообще с мужчинами женщины не надо спорить. Надо просто как-то вот мудрость проявлять. Да, женская мудрость, она в смирении и в молчаливом и кротком духе, как говорит Писание. Вот если позволишь, оперативно отвечу. И в Евангелии сказано, Брам родил Исаака, что это значит? В двух словах. Во-первых, в Ветхом Завете вообще практически о женщинах не писалось. Исключительный момент, там Рахиль и еще одна. Тут вопрос, как вот, ну допустим, моя фамилия Мальцев, да, вот я сына родил, он тоже будет Мальцев. То есть, вот по такому принципу, считайте, и родословность писали в Ветхом Завете. Аврам Исаака, Исаак родил там дальше, 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 именно по мужской линии. Не то, что он физически как женщина родил, а имя, может, по семени и тому подобное. Так, батюшки милые наши, спасибо вам за позитив, за ваши улыбки и доброту, которую несете в мир. Охрани вас Господь. Спасибо Господи. За добрый отзыв. Их очень много тебе тут говорят, но просто наконец-таки меня вспомнили. Я, честно говоря, батюшка, не обися, вчера, когда ты в эфире шутил, я вот от доброты, честно, без обид, думаю, ну, батюшка Млайн, ну, конь. Думаю, ну, так иногда хочется. А? Конь? Конь. Да, конь. Ну, конь уже резвый такой, его попробуй обуздать. Я из-за этого плана. Да, потому что я ржал, как конь. Я шучу. Я больше смотрел на матчу конью реакцию, думаю, все, дал моков меч. Ну, да, я немножко шутил, да, в том плане, спасите и помолитесь за меня. Да, 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 да. Я это говорил, когда наоборот, я вообще, я просто благодарен Господу за то, что он мне дал именно вот женщин, это прям удивительно. Я очень за это, вот, я искренне за это очень благодарен Господу, что я вот, ну, как-то, такая вот, действительно, какая-то нежность меня окружает всегда. Я очень рад за тебя, ученька. У меня две девочки, а вообще их много, коллекционирую. Я недавно смотрел фильм, поп, наверное, ты пересматривал, ну, тоже смотрел. Я хочу вырезку оттуда сделать, когда пришел один мужик и говорит, что мне с моей дурой делать с женой? А он говорит, а что такое? Да, она сварливая, да, вечно ругается. Говорит, вот смотри, вот я, говорит, для жены, единичка, она ноль. Говорит, почему ноль? Ну, говорит, ну, Адам же, первый же, говорит, сначала родил, уже Евы не было. Ну, вот смотри, я единичка. Что такое единичка? Это почти ничего. Она ноль, она вообще ничего без меня. А, говорит, а вот если мы вместе, это десяточка. Это уже много. Это гениально. говорит, думай об этом, что бы десяточка, а не дичком или нулем. Ну, я сделаю вырезку из этого, мне прям зацепило. Так, давай, батюшка, дальше. Я просто смотрю, по глазам ты тоже хотел это сказать. Что вы десяточка. Так, скажите, откуда вы после службы, подожди, скажите, куда вы после службы деваете свечи из алтаря? Очень, я вот не знаю, то есть в некоторых храмах есть традиция свечи в алтаре ставить, прям даже там жертва на храм, свеча в алтарь. У нас такого нет просто, я не могу сказать. Ну, я могу, в принципе, ответить. У нас, по сути, до маленьких агарочков мы все спаливаем, потом на топ в епархии за свечи на обмен делаем, ну и все. У меня других вариантов. А так, многих, и это прям желание, как-то я перестал привозить такие свечи, именно алтарные, они говорят, почему вы не привозите, мы хотим на алтаре такую бескровную жертву Богу сделать. То есть, даже немножко ругаться начали, ну, в мягкой форме. Так, батюшка, как относить, как отгонять плохие мысли? Отче, ты знаешь, мне как-то спрашивали, такой вопрос задавали в сторис, и я как-то такая мысль пришла. Вот, мысли навязчивые, они всегда будут приходить к нам. Это наши спутники по жизни всегда будут приходить. Но, когда мы, к примеру, идем по улице, такой пример можно привести, и нам на встречу идет цыганка. И вот цыганка начинает нам приставать. Вот мы что делаем? То есть, нормальные люди, они даже не разговаривают. Они проходят мимо и ничего не говорят. И все. И цыганка, она отстает, что-то нам в след говорит, какие-то свои проклятия, что-то еще. Но мы идем дальше и не обращаем к никому вниманию. То же самое и с мыслями, мне кажется. Нужно вообще на них не останавливаться и понимать, что мысли будут всегда. Нужно идти мимо, не останавливаясь. Потому что очень часто эти мысли от врага всеваемые, как мы в молитвах. То есть, дьявол, он реально есть, он реально живет вот здесь, под небом, потому что Бог его не зверг с небес. И он живет вот в этом воздушном пространстве вокруг нас, питается страстями человеческими. Вот этой энергией, да, людей живет, как свинья в грязи валяется, так же и дьявол питается грязью, людскими пороками. И он всегда как-то пытается нас зацепить, крикнуть нам что-то, на ухо нашептать. Даже переводится дьявол с латинского, да, как тот, кто шепчет, шепотник, тот, кто шепчет. Вот, слушать его не надо. И приходят какие-то мысли, проходи мимо, а если чувствуешь, что эта цыганка за тобой приклеилась и прям все, прям вцепилась в тебя и идет не отпускает уже за тобой долго, в этот момент молись. То есть, как ты с цыганка зовешь в полицию, да, вот, прохожих просишь помочь, здесь проси в небесную полицию вмешаться. Святые ангели, хранители мои, спаси меня грешного, да, Пресвятая Богородица, спаси меня, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И сразу, сразу этот враг, он от тебя начинает отступать. Сразу же. Потому что цыганки боятся полицию очень сильно. У них у всех, у многих есть. Я как-то эксперимент сделал один. Цыганка ко мне подходит, ну, пытается приблиться, я ей говорю, ты что, погадать мне хочешь? Она раз, немножко вступает, говорит, давай я тебе погадаю. Она вообще больше вступает. Так, ну-ка на руке, что у тебя написано? Если не будешь исповедаться, причащаться, каяться в грехах, будьте кара небесная. Быстро в храм, на покаянии. Все, 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 больше все, не грешу. Потом, говорит, батюшка, я так испугалась, а потом, ну да, я сходила в храм, помолилась. Да, да, да. Так. Замечательный совет, да, но, скажем, повторяй с аккуратностью. Да. Так, как проходит здесь священник? Батюшка, ну расскажи тогда ты уже, я уже в двух словах рассказал. Батюшка, у меня вообще какой-то нестандартный день, то есть, я какой-то, знаешь, иногда себя чувствую каким-то таким вообще абсолютно, в свободном полете. Мне как-то, боженька, да, вот как-то так вот сейчас. Семья, храм, инстаграм. Вот, вот, вот эти деньги. То есть, трое маленьких детей, помогаю матушке. Вот. Дни служения, конечно, нахожусь в храме постоянно, но вот, и часто в инстаграме какие-то ответы на сообщения, прямые эфиры, что-то еще. У меня какой-то вообще странный такой, нестандартный вообще день священника. Это потому, что у тебя разница во времени большая. Все люди бодрствуют, а ты уже спать. Они хотят от тебя активности, а ты уже кемаришь. Сколько у нас тут осталось? У нас осталось где-то минут пять максимум до конца эфира. Так, сейчас, простите за такой вопрос, но если согрешила блудом, давно раскаялась, исповедовалась, грех этот прощен, но сам тот человек, то, что это было с ним, не противно. Это грех Бог не простил. Немножко сумбурный вопрос. Я думаю, если вы искренне от сердца покаялись, принести достойные плоды покаяния и больше не оступались, Господь милости, Он покрывает Свою любовью наши прегрешения, потому что, если бы не покрывал, Он бы уже давно сделал бы и всемирное потом, и Северный дом Гамору, просто уничтожил бы всю эту мирность. Но поскольку дает нам шанс для покаяния, для добродетели, я думаю, если это достойное покаяние, то Господь простит. просто помятуйте о своем грехе, чтобы больше не оступиться. Не обвиняйте, не укоряйте, а именно помятуйте. Так. Так, тогда, Как воспитывать ребенка мальчиков в христианском смирении? Уже отвечали. Сейчас, секунду. Да, да, так. Про карантин в точку. Что-то ты умное сказал сейчас. Очень много видео присылают с призывами пойти в храм на Пасху. Как быть москвичам? Батюшка, ну ответь, потом я отвечу. Да, однозначно нужно слушать свое священное началье. То есть, не сообщения в WhatsApp, какие-то, да, видеоролики и прочее, которые очень часто рассылают люди, которые на самом деле немножко пока далеки, скажем, от такой нормальной, нормальной духовной жизни. Вот. Есть священное началье, есть наши владыки, есть наш патриарх святейший, который даже сейчас с не ошибаясь собирается, вот, есть информация, будет собираться священный сенот, будут принимать решение, как быть с Пасхой и какое-то решение будет. То есть, вообще до Пасхи нужно еще дожить, братья и сестры, это очень важно. То есть, мы как-то торопим события. Я говорю, что Господь в одночасти может все изменить. Поэтому давайте мы, вообще этот карантин, да, он показал очень много, ну вообще в духовной жизни. Я думаю, что реально жизнь, она не будет прежней, как молодежь говорит. Жизнь церковных людей, она не будет прежней. Я об этом тоже много с нашими прихожанами разговариваю, что многие люди, которые до этого как-то относились к храму, ну скажем, скажем, ну так, по остаточному принципу, есть возможность воскресения, пойду в храм, нет, пойду поработаю, пойду на дачу. И когда вот они одну неделю, вторую неделю, третью неделю без причастия, уже абсолютно по-другому начинают думать и начинают переживать. Может быть нам как-то Господь так и попустил за наше неродение такое. Вот Великий Пост, а мы Великим Постом почему-то не родеем о своей духовной жизни. Ну посидите дома, посидите своими родными, вот поваритесь в страстях во всей этой бытовухе, вот, и как бы начните ценить святость моего дома, говорит Господь. Поэтому я думаю, давайте доживем до Пасхи, послушаем голоса нашего святейшего Патриарха и будем мыслить именно так, как нам благословляют наши пастыри, потому что Господь, Он действует, действует через тех людей, которые поставлены над нами, через наших архипастей, через нашего святейшего Патриарха. И вот за послушание тогда будет мир в душе. А если мы начнем что-то сами чинить, требовать от своих батюшек, откройте храм, как же так, что-то еще, это будет неправильно. И поверьте, батюшки, они переживают даже больше, чем прихожане, сами священники, потому что служить в пустом храме, это, скажу так, это испытание. Вот, каждое испытание в пустом храме. Они и плачут, они реально плачут, и мне самому служить очень горько. Поэтому давайте доживем, не будем торопить события и будем молиться. Тот, кто молится, у него вопросов нет. Вот. Я вот так бы ответил. Кратенько повторюсь, как отгонять плохие мысли молитвой, хотя бы кратенько Иисусова молитва. Молитва – это тоже беседа, в первую очередь беседа за Господом, поэтому, чтобы плохие мысли не обуревали, лукавые беседуйте, хотя бы кратенько. Так, дальше, дальше. Как не осуждать людей, которые сейчас ходят в храм, заражают батюшек? Как не осуждать? Ну, я думаю, надо призвать. Они не только батюшка, они могут и вас, в том числе, заразить. Но распинать их, естественно, не нужно. Это их грех, это их эгоизм. Но призвать нужно про эти благоразумия не себя только полюбить, а ближнего, как самого себя. Так. Так, здравствуйте, согласны, что с великим промыслом Божьим у многих открылось истинное лицо, как сказал один батюшка. Если кто-то не поймет сейчас, то в следующий раз уже будет хуже. Да. Батюшка, как бороться со сквернословием верующему человеку? Я бы очень ответил так, как вот от одного священника слышал, замечательный совет. В сквернословии есть отсутствие молитвословия. Да, согласен. Все, просто начни молиться, начни молиться, славить Господа Бога. И вот эта грязная вода, которая в сердце у нас, образно говоря, она станет чистой и святой. И уже из чистого источника уже грязь не будет литься. Если у человека вещи ясны, то он грешный. Ну, грешные мы в принципе все. Один Господь, только без греха. А со снами надо быть очень осторожным. Я в своей жизни очень жестко это пережил. У меня, наверное, день через день были вещи и сны. Я уже научился различать. Это где-то лет до 14 у меня было. И по запаху. Ну, просто понял, что это вещи и сон. И потом даже уже по своей глупости молодецкой не пользовался во благо ими, а наоборот где-то даже вглумился. Ну, как пример, идет женщина, я знаю, что она сейчас упадет. Я уже, женщина, аккуратно, берегите пятую точку. И она падает. Вместо того, чтобы сказать, женщина, аккуратней, сейчас больно будет. И потом меня очень жестко Господь смирил. И я просил колено, преклончиво, плача, просто в истерике. Господи, забери, не знаю, как этим пользоваться, что с этим делать. Я не святой жизни живу, чтобы такое тяжко потянуть. И Господь забрал. Ну, когда-то, можешь раз в год присниться там вещи и сон. Ну, больше 14 лет у меня таких вот через день не было. Поэтому будьте очень аккуратны с этим вечным с нами, потому что не такой святой жизнью живем, чтобы сны нас снылись от Бога. Да, очень. Каутинские старцы говорили, что перестань верить, перестанут сбываться. То есть, мы просто верим, нам это нравится, нам здорово, мы хотим каких-то там особых ощущений от всего этого. Поэтому нужно быть осторожным, потому что от лукавого все это может быть. И чаще всего бывает от него. Так, я сейчас посмотрю, сколько у нас времени. Время минута две. Батюшка, давай, наверное, последний вопрос и кратенько, и будем прощаться, чтобы, ну, аккуратненько завершить уже эфир без там 30 секунд отчета. Батюшка, как молиться за семью? Как молиться за семью? Я вот как-то понимаю о том, что как-то больше всего Господь ждет от нас сердечной молитвы своими словами и с верой. Вот как не хватает такой вот молитвы нам, привыкшим молиться по молитвословам, по книжкам. То есть нужно и эти молитвы читать однозначно, потому что это как камертон. Молитвы святых это камертон, который настраивает наше сердце на правильное прошение. но Господь ждет от нас молитвы вот внутренней с большой верой сердечной за нашу семью своими словами. То, что тебе нужно, то, что ты видишь, то у Господа и проси. Самое главное с верой, что Господь поможет тебе. Он сам сказал, то, что с верой просите, то получите. Все. Спасибо, Василий Батюшка, дорогой. Маленькое, чего добавлю, есть святые угодники Киприан и Устини, Акима Анна, Царственные Старстотерцы, Петр и Феврония. Много примеров именно такой благовейной семейной жизни. Они тоже нам молитвенные помощники перед Господом. Можно их пример тоже брать за образец. Или, как минимум, пред святого отца Андрея. Пред. Это тебе аванс, Батюшка, будешь отрабатывать. Давайте отрабатывать. Батюшка, благодарю тебя, мой дорогой, за эфир, что ты даже напомнился о себе. Я говорю, я замотался в домашних делах на радостях, что есть возможность. Я служу в одном месте, а дома у меня в другом месте. Я приезжаю, ездию в соседний район. Благодарю, что ты напомнился за то, что пошел навстречу на совместный эфир. Дай Бог здоровья тебе, твоим семейству. Ну и надеюсь, все-таки годик, когда ты там спланируешь, чтобы у тебя был мальчик, чтобы тебе было с кем футбол погонять, чтобы у тебя все было. Слава тебе, Господи. Ну и в том числе благодарю твоих подписчиков, которые зашли на этот эфир и своих. 20 секунд, отчет пошел. Батюшка, тебе слово и аминь. Батюшка, спаси тебя, Господи. Я получил вот такое настоящее удовольствие. Наверное, один из самых лучших эфиров, честное слово, провел. И спаси тебя, Господи, Батюшка, прям всегда очень радостно поговорить с единомышленниками. И Божья помощь, все очень в твоем служении. Спаси тебя, Господи. Спасибо, Господи. Всем всего доброго. Храни Господь. Много лет. Субтитры подогнал «Симон»